И так, ну что ж, Ариару, мои маленькие любители покушать и космических путешествий. У микрофона, как всегда, ваш поклонный слугам Амору, и это великолепная игрушечка Факторио с модом Кроссторио 2 и Спейс Эксплорейшн. За кадром я поиграл немножечко, совершенно немножечко, попытался поразбираться в сборочке, и вот что у меня из этого вышло. Для начала я организовал небольшую станцию на нашей орбите по созданию продвинутых солнечных панелей, ведь именно из них делаются впоследствии вот эти вот солнечные панели невероятной мощности. Но пока они не изучены у нас, ведь как ни странно, несмотря на то, что мы в прошлой части научились делать энергетические исследовательские пакеты, использовать их мы так и не научились. А для их использования нужно создать новые виды вот этих продвинутых лабораторий. И для них мне осталась лишь одна маленькая деталь, это вот такие литисерные батареи. Для них уже практически у нас все готово, я даже думаю начать их создание прямиком для этом Астероиде, чтобы хотя бы в маломальском масштабе оно здесь было. Потом я обязательно на наивисе его продублирую для создания более нужных и важных деталей. Ну а пока временно, я думаю, это точно будет все настроить. Мне нужно немножечко подготовиться. Потребуется большое количество медных пластин, и это допустим я смогу брать шины. А также нужно будет доставлять сюда литий, но с этим я думаю проблем не будет. Очень большая подготовка с количеством лития уже имеется у нас прямиком вот на этой системе. Ну как-то так выглядит схема в собранном варианте. Сейчас останется лишь сюда назначить чертежи, и все будет готово. Для того, чтобы это все работало в нужном варианте, мне придется в каждой из биохимических центров разместить модули скорости, иначе получится просто тут нагромождение центров, и ничего путного из этого, конечно же, не выйдет. Вот она литий-серная батарея, и вот эти модули скорости. Пока что такого масштаба, думаю, производства мне хватит. Если что, вдруг всегда это можно расширить, и мы будем это расширять обязательно, но чуточку позже. Так как все эти литий-ионные батареи служат только для моего личного пользования, я обязательно их просто сейчас буду складировать в обычный сундучок. Сейчас мне останется следать только на новиз, взять побольше продвинутых лабораторий, чтобы из них уже сделать космические наушные лаборатории, для которых с появлением литий-серных батарей уже давным-давно все готово. Сейчас я назначаю здесь рецепт крафта. Получается, вот таким вот образом я могу вот эту всю систему сносить отсюда. Давно у меня есть мысли, конечно, о реорганизации всех этих процессов, но пока как-то не до них. Вот они, мои батареечки. Я так подумал, что пока что временно я на наиве слететь не хочу. Сначала я хочу посмотреть, как именно выглядит эта космическая лаборатория, и уже исходя из ее вида, буду дальше планировать их большое производство. Также мне сейчас будет необходимо здесь, в обязательном формате, организовать сундук запроса, который будет сюда доставлять вот эти вот космические изучения. Так, мне интересно, чисто по-моему, у меня что-то еще из литий-серных батарей делалось. Персональная снайперская защита, я вижу, она делается из них, и вроде это все. Не знаю, насколько это целесообразно, но на всякий случай сделаю, почему нет. Защиты лишней не будет точно. И тем временем у нас уже первая космическая лаборатория создалась, и вижу, какая она огромная. Если она настолько здесь здоровая, значит, я смогу здесь их побольше разместить. Как я погляжу, все предыдущие технологические карты нам для будущих изучений, возможно, понадобятся. Это очень хорошие новости, ведь, как я могу помнить из прошлых частей, там на определенном моменте Кроссторио, космические фабрики такие, нет, нам просто предыдущие этапы изучения не нужны, и используйте, пожалуйста, следующее. Назначил я стандартные карты исследований, возможно, в будущем, как вариант, можно будет организовать их производство здесь и не доставлять сюда их на ракете. Но пока что мне просто пришла эта шальная идея в голову, но насчет ее реализации и возможности ее вообще реализации, я обязательно подумаю после. Наконец-то я могу создать здесь тоже сундук запроса. И, наконец-то, энергетические исследовательские пакеты сейчас будут загружаться в космическую лабораторию. Чтобы зря времени терять, я уже назначил здесь парочку исследований, которые в приоритете я хочу изучить и которые обязательно должны быть изучены. Например, после изучения пакета у нас идут некоторые изучения. Я могу, конечно, получать силовую броню Mark III, но это, честно, мне мало интересно. Мне интереснее галлюминитовые кобеля и то, что из них мы можем создавать. В первую очередь идут космические железные дороги. Все карты исследований уже у нас имеются для их создания, так что с этим вообще проблем никаких не должно возникнуть. И это пока что одна из тех вещей, которые мы можем, в принципе, скоро сделать. Но и также есть, тут я погляжу, как минимум вот такие вот вещи, типа подстанции Mark II. Но это не то, что хотелось бы. Конечно, мне очень импонирует идея расширения электрической сети, и этот вопрос очень важен для нас. Но если вот здесь мы посмотрим немножечко правее, можно найти пилоны. А пилоны это, в первую очередь, большая подстанция, которая занимает очень мало места. То есть, по-моему, он занимает всего один тайл. Если где-то он у нас был, вот он. А, нет. Стоп. Что? Я уже было обрадовался, что с изучением пилонов я смогу делать что-то невообразимое. А пилон просто это подстанция. Грубо говоря, как вот эти вот высоковольтные кобеля, которые где-то у нас были. Что-то типа большой опоры ЛЭП, только более бесполезный. Немножечко не то, что я хотел. Но если как бы обратить внимание, тут есть дополнительные опоры ЛЭП. Может быть, это и то, что мне хотелось бы. Маленькая опора ЛЭП предназначена для соединения к зданиям. Но, по идее, может быть, это и она и есть. Для нее, в любом случае, мне нужны сейчас, помимо фиолетовой энергии, еще астрономические каталоги. Тут примерно такая же ветка исследований. Сначала делаются каталоги, а потом астрономические исследовательские пакеты, с помощью которых я как раз смогу изучить стержни, а потом вот эти пилоны. Как мне кажется, сейчас я хочу немножечко отойти от розовой ветки в пользу синей ветки. И с помощью них двоих изучить технологии, которые позволят мне наращивать масштабы производства в очень приятных для меня масштабах. А если так посмотреть, то, может быть, нам и просто не нужны. Большее количество лабораторий, может быть, и одной будет вполне хватать. Кто знает. Пошли изучение и, ну, опа. Да, я так скажу, одной вполне будет хватать лабораторий. Зря я что-то придумывал и хотел их разместить больше. Не думаю, что большее количество лабораторий здесь смысл есть размещать. Ведь банально я не смогу в таком случае размещать большее количество колбочек. Кабеля мы изучили, а значит, космические дороги не за горами. Хотя, с другой стороны, тут требуется всего 50 раз по 60 штук. Не знаю, не знаю. Может быть, я одну оставлю в лабораторию. Это нужно в любом случае мониторить и изучать всё. А, ну и как я мог забыть о том, что прям так сильно необходимы. Так что, напрашивается, о чём я говорил даже с самого начала серии. Плоская солнечная панель. Они тоже очень сильно будут необходимы. И сейчас как раз мы ими и займёмся, наверное, в приоритете. Потому что для их производства останутся только галлюминитовые пластины и кабеля. С галлюминитом на вулкане есть небольшие просадочки. И это связано с банальным тем, что у меня здесь оказываются очень сильные проблемы. Кто бы мог подумать с песком. Я сейчас попробую обойтись малой кровью. И очень сильно я не хотел, конечно, этого делать. Но буду добывать, видимо, здесь это всё безобразие при помощи буров. Потому что не вижу пока что другого выхода из сложившейся нелёгкой ситуации. Проблемы с песком наблюдаются здесь, по большей части, когда производство другое стоит. Если, допустим, вот эти цеха запускаются. И вулканит производится. То песок начинает бешеных масштабов. Здесь скапливается. И на многих станциях тоже он начинает скапливаться. Как в буферо-одменниках. Но пока производство другое стоит, и пока нам нужен только гальминит, здесь, конечно, наблюдается некая оказия. Попробую я сейчас малой кровью обойтись. Сделаю здесь буры. Ну а дальше посмотрим. Что же касается космических рельсов, здесь обстоят дела намного хуже. Для них же потребуется прям громадное количество гальминита. И хотел забрать вот из этой системы гальминитовых пластин, чтобы делать постепенно плоские солнечные панели. Но, к сожалению, такой вариант, пожалуй, меня не устроит. И вот здесь вот нужно будет организовывать производство тотальное вместе с доставкой. И в доставку я уже буду засовывать два предмета. Как минимум пластмассу и гальминит, которые будут использоваться в дальнейшем. Ну и вот прошло какое-то время, и наша база на орбите немножечко видоизменилась. Для начала я вывел себе вот такой вот небольшой цифровой дисплей, благодаря логике. В принципе, здесь нет ничего сложного. Зато теперь благодаря этому я могу отслеживать, что, сколько, каких ресурсов и в каких количествах. В плане технологических карт есть на нашей орбите. И благодаря этому я могу знать, когда именно мне нужно сюда отправлять ресурсы. Дальше я очень много времени провел именно вот на этой части. Для начала я доделал вот эту вот большую космическую фабрику, которая производит мне плоские солнечные панели. В отличие от обычных солнечных панелей, они гораздо-гораздо эффективнее. Хоть и занимают большее количество пространства. Для сравнения, плоская солнечная панель вырабатывает 1,8 мегаватта. В то время как солнечная панель на орбите вырабатывает в три раза меньше. Здесь вот появилась такая вот небольшая системка по производству и созданию космических рельсов. По большей части сейчас все это в очень зачаточном состоянии и скорость производства безумно маленькая. А все потому, что нам очень сильно катастрофически не хватает гельминита. Производство которого нужно по-хорошему расширять на планете вулканов. Но я думаю, это и многое другое мы будем делать уже в следующей серии. С Акадом мне очень прям много предстоит работы. Всякого разного рода и плана. Но тот факт, что мы с вами начали производить космические рельсы, несомненно, уже начинает меня радовать. Как минимум, потому что я могу здесь на планете начинать строить космические вот эти ячейки и уже отправлять поезда для того, чтобы более грамотно распоряжаться своими ресурсами. Но также для того, чтобы продолжать мне изучение, мне понравятся в любом случае астрономические исследовательские пакеты. Для них потребуются бериллиевые плиты. Бериллий, если посмотреть на нашей звездной карте, можно добыть вот на этом поясе астероидов, которое находится вокруг нашей звезды. Предпросмотр. И вот он самый бериллий. Он, в принципе, достаточно легко добывается. Я думаю, с его созданием и добычей не будет никаких проблем. И по-хорошему, мне нужно будет за кадром сюда отправиться. Здесь обосновать какую-никакую базу хотя бы в минимальном его масштабе. И уже организовывать потихонечку поездную систему, добычу и переработку здесь бериллила, чтобы дальше мы его смогли куда-то отправлять и дальше где-то перерабатывать. Не зря я сюда все-таки отправился. Ведь, как я могу поглядеть, здесь находится офигеть какой солнечный корабль. Даже с минимальным набором каких-то ресурсов. Только почему-то пишется, что это вражеская постройка, но я думаю, это мелочи. Тут достаточно большое количество приятных для меня ресурсов. И, пожалуй, я очень буду рад ими воспользоваться. Тут даже есть установки Тесла. Это очень хорошо. И, возможно, когда-нибудь мы сможем восстановить этот солнечный корабль и пригнать его куда-нибудь на нашу базу. И будем пользоваться им, почему бы и нет. Останется лишь его, наверное, восстановить. Надеюсь, с этим какие-то сложности не возникнет. Примерный план есть. Гигантское количество монотонных действий на будущее тоже имеется. В таком случае, я думаю, потихонечку мы будем на этом заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся! Продолжение следует...